Слон является татемным животным нашего сообщества Позрискуэль, потому что это действительно умное, доброе, могущественное, сильное. И самое главное, что слон обладает большой памятью, крепкой памятью. Агата Кристи написала роман такой, рассказ есть, Агата Кристи написала, «Слоны могут помнить». Вот кто-то из 97-м году вспомнили про этот роман и решили, давайте сделаем слона. Потому что базы данных отличаются тем, что они должны помнить, хранить данные. И слон у нас как раз вот такого синего цвета, слон. Это, как сказал Анатолий, синий цвет в буддизме, это высшего, тонкого сознания. Я зовут Олег, Олег Бартунов. Я калмык, родился и вырос в городе Листа. Учился в 10-й школе. Но моя компания пока еще не достигли каких-то высот, да. Мы стартап, который стремительными темпами развивается. В нас верят, то есть мы работаем с большими компаниями. Но у нас уже около 60 человек. Это серьезные инвестиции. Поэтому говорить о том, что она уже прибыльная, успешная, еще рано. Но мы, конечно, в это верим и верят наши друзья. Мы занимаемся очень полезным, очень хорошим делом. Мы собираем молодых ребят, которые способны на большие дела. То есть, действительно, которые хотят учиться, хотят делать что-то хорошее для страны. То есть, одна из задач у нас же достичь технологической независимости в области баз данных. То есть, чтобы наша страна была достойной. Не просто так вот пользоваться чужими успехами, а уметь самим производить и быть конкурентоспособными. То, что мы известны, я могу сказать уже сразу. Потому что в России и за рубежом мы уже известны. Потому что мы являемся членами международного сообщества, вот, поздресса, крупнейшей компании, которая способна уже делать интересные крупные проекты. Мы собираем конференции, такие много сотен людей приходят к нам. Ну, то есть, очень даже, я скажу, что работать в нашей компании, это мечта многих ребят. Просто не все достойны этого. Нам удалось пока найти не так много ребят на это дело. Так она и есть. Я уже говорю, больше 40 лет живу в Москве. Там у меня дети, семья, вся работа, друзья, хобби. Но заметьте, что я никогда не говорил в этом городе. Я говорю, Элиста, да, это город, куда я всегда рад приехать, где у меня, где живут мои родственники, мой брат живет, где моя мама живет, где я себя чувствую абсолютно свободно, в такой нормальной, абсолютно, ну, родной среде. Я очень рад, что я привез первый раз, вот, привез дёчку свою маленькую, ей 3 года 10 месяцев, и она себя чувствует здесь совершенно свободно, как калмычка. Вот это мне очень приятно. Люди относятся здесь очень хорошо. Конечно, я очень скучаю. Когда я был молодой, и это надо отметить, все молодые люди, они вот уезжают, они ищут что-то такое новое, каких-то возможностей для реализации. Я уехал из Элисты, потому что я хотел быть астрономом. То есть, не потому что там меня что-то там звало. Я хотел реализоваться себя как астрономом. Я этого добился. Я осознавал, что мои друзья, мои знакомые, все те, с которыми я общаюсь, они знают о калмыкии через меня. Не так много калмыков. Поэтому я калмык, я говорю, я астроном, я айтишник. И они понимают, что, наверное, калмыки, они вот как... Все, например, на меня смотрят и говорят, а что, калмыки все такие высокие? Я говорю, да, все высокие. Вы, говорит, сильно отличаетесь от других. Я говорю, да, мы особенные. Вот такое калмык. История связана... Это был я первокурсником, который приехал в Москву, которому мама дала 40 рублей на то, чтобы я купил себе что-нибудь теплое. А я эти деньги стратил на покупку винила, пластинки, любимая группа Genesis, и я купил за 40 рублей. И мне не было в чем ходить, собственно, особенно. И в нашем университетском парке я нашел кошелек, в котором была приличная сумма денег, около 300 рублей. Это прямо рядом с нашим институтом, рядом с телескопом. Я же сроном, там гулял, нашел этот кошелек. Я его взял и ходил целый день. Решал задачу. Я понимал, что... Я могу сказать, что я нашел, но я понимал, что это явно кто-то сотрудник институтский. И надо пойти отдать. Но был такой соблазн, вот эти деньги и стратить на что-нибудь такое. То, что мне интересно. Да. И я ходил... Знаете, что у меня заболел живот. У меня голова разболелась, я мучился, я весь чесался, я не понимал, что все время вот это внутри шло. А потом решение пришло очень простое. Вдруг я подумал о том, что, ну, есть же вещи, над которыми думать нельзя. Думать не надо. Тебя учили, ты воспитывался, да. я пошел, отдал на охрану этот кошелек, и мне стало хорошо, и я стараюсь всю жизнь жить так вот, как тебя учили, да. Есть вещи святые, над которыми нельзя думать. Пожертвовать свободой, я не буду жертвовать свободой, потому что без нее я не человек. Независимость, свобода, быть самим собой. Я не очень удобный человек, я не лез никогда во власть, там, и так далее, потому что все знают, что я могу сказать, ну, то, что я думаю. Прямо, открыто, и мне нечего терять. Я не боюсь. Человек, которому нечего терять, он ничего не боится. Все эти диссертации, все эти звания, это порочный круг, потому что мы люди на земле живем, мы все разные. Нас и так делят, по цвету кожи, по росту, по глазам и так далее, а потом мы сами начинаем придумывать звания, всякие вот эти должности, делим людей дальнейшие, вместо того, чтобы люди были просто, вот как бы, чтобы о людях судили по заслугам. И, кстати, вчера моя дочка возвращалась из гостей, и она посмотрела на небо, она крикнула, папа, смотри, сколько звезд. Это вот одно из самых ценных для меня, что я ее привез в Элисту, потому что в Москве звезд нет. Ну, несколько звезд можно увидеть, и все. А здесь она бежала и кричала, звезды, мы, говорит, астрономы, мы наблюдаем звезды. Для меня это было одно из таких, ну, один из результатов поездки, что моя дочка вот повидала родину, увидала моих родичей и увидела звезды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова